Накануне прошла презентация нового iPhone. Так уж повелось, что за каждой обновкой от компании Apple следят буквально по всему миру. В этом году яблочники представили сразу две модели телефона, восьмой и десятый. Точно так же поступали и производители операционной системы Windows. И почему же крупнейшая IT-компания не любит цифру 9, остается загадкой. После презентации народ заговорил о том, что восьмая модель это лишь модификация седьмой, эдакий iPhone 7++, да и ничего сверхнового там не показали. Поэтому пользователи интернета львиную долю критики, похвалы и, конечно же, шуток отправили в адрес десятой модели. И сделать анимированную эмоджи. Вы только представьте, анимированная грустная какаха. Насколько далеко ушли технологии. Речь идет о 3D-сканере головы. С помощью нее можно наложить маску из эмоджи на лицо и отправить это, скажем, другу. Но затею сразу же высмеяли. Мол, в 65-м году все мечтали о летающих автомобилях, но получили анимированное нечто. Реальность беспощадна. В новом iPhone убрали функцию разблокировки по отпечатку пальца. Теперь вместо этого открыть свой телефон можно с помощью лица. И вот тут-то пользователи интернета просто расчехлили весь свой арсенал всевозможных шуток. От схожести Натали Портман и Кири Найтли до того, насколько же все-таки разной может быть одна и та же девушка в накрашенном и ненакрашенном состоянии. Что касается функционала, супер-ретийный дисплей на 5-8 дюйма и двойной камеры. Для всего этого будто никому нет никакого дела. Зато... Если вы хотите открыть стартовый экран, вы просто свайпом открываете экран. И вот, пожалуйста, открывается хоум-экран. Все настолько просто, настолько легко, потрясающе плавный. Легкость и плавность никто не оценил. Уход всеми привычной кнопки домой лишь всех раздосадовал. Ровно как и цена на самый популярный в мире смартфон. Стоимость десятой модели айфона в России от 80 тысяч рублей.